приветствую дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюба пусть бог каждого из вас благословит сегодня мы с вами касаемся одного места писания которое имеет определенное содержание и я верю что приносит каждому из нас пользу матфея 13 глава это всем известная история притча о сеятеле 13 глава 3 стихи поучала их много причине говоря вот вышел сеятель сеть знаете есть момент когда мы смотрим кто-то сеет в нашу жизнь но я верю когда мы духовно возрастаем и приходим к тому к той точке когда мы начинаем понимать что время нам начинать сеять что сеть то что было посеяно в нас как слово божье потому что слово божье это то семя которое мы должны сеять мы обязаны даже сеять апостол павел даже ставить такое в такую позицию себя горе мне если они благовествуем и сегодня мы тоже должны сеять почему рю что должны мы к этому приходим если мы возрастаем в полноту и зрелость христа мы начинаем осознавать что то что делал христос сегодня точно также должны делать и мы мы должны сеять слово мы должны молиться за больных мы должны многие вещи сегодня совершать то что сделал бы сегодня иисус и вот момент когда мы начинаем сеять слово мы начинаем замечать что не всегда есть та реакция которую мы ожидаем поэтому иисус и раз и говорит эту притчу о том что есть разная реакция на слово которое было посеяно есть те кто с радостью приняли это слово этого достигла но ты смотришь через время они у вас ли они увернулись ушли от того пути от пути на котором они могли иметь радость кто-то наоборот реагирует так вроде начал идти но со временем ты начинаешь замечать что то суета который приходит в ихнюю жизнь она заглушает и люди останавливаются и они начинают смотреть на на обстоятельства на жизнь смотреть уже может более такими плотскими глазами и уже когда ты с ними общаешься их уже меньше интересует даже сама евангелие сама церковь и больше интересует те заботы которые приходят в ихнюю жизнь почему-то что это слово она была заглушена где-то украл дьявол где-то обстоятельства заглушили где-то люди они бодрствовали над тем чтобы хранить это слово а есть те кто с радостью приняли это слово и сохранили и начали приносить какой-то плод пришли к тому что начали тоже становиться сеятелями поэтому дорогой брат сестра не расстраивайся если сегодня ты начинаешь сеять а сегодня знаете как есть много возможностей много сегодня способов каким образом можно сеять слово можно общаться можно кому-то позвонить даже на другой край света не обязательно писать какое-то письмо позвоните с кем-то разговаривать с кем с кем-то можно говорить на работе в семье в других мира сегодня множество мест и множество возможностей одна из возможностей которая сегодня открылась и мне кажется куда мы как верующие тоже включаемся активно это мы начинаем свидетельствовать в социальных сетях понимая то что это тоже дверь которую бог сегодня открыл для нас и где должно звучать тоже слово божие поэтому мы делаем репосты мы отсылаем своим друзьям знакомым время нашего служения отсылаем проповеди еще какие-то месседжи еще какие-то послания почему потому что сеятель вышел сеть он должен выйти сеять это его наверное так скажу святая обязанность поэтому если мы сегодня включились в это пусть бог вам поможет это наша часть сеть а другая часть уже зависит от людей уже зависит от самого бога как апостол павел сказал кто-то насадил кто-то поливал но бог взрастил есть вещи которые не зависят от нас то что зависит от нас и наше послушание это выйти и начать сеять слов поэтому пусть бог благословит вас в этом дней пусть ваши руки они не устанут делать добро потому что я верю когда мы кому-то пишем когда мы что-то пересылаем связано со словом с евангелия в этом есть благословение сегодня сегодня для нас когда мы свидетельством в этом есть тоже было благословение для нас поэтому слово говорит благословенные ноги благовествующего мир с миром божьим пусть бог благословит и даст вам разумение понимания сказанных слов во имя иисуса аминь аминь